Любите ли шоппинг и сколько времени можете на него потратить? Я люблю шоппинг, но я люблю умный шоппинг. Я узнаю тенденции, смотрю качество ткани, смотрю идеи. И, наверное, пропускаю это все через себя, как дизайнера, и создаю что-то новое. Но я не могу удержаться от красивой пары обуви или какого-то украшения. А все остальное, все-таки дизайнер должен представлять свою марку. Все остальное я беру у себя в магазинах и ношу свой бренд. Какие книги любите? Я люблю читать, люблю погружаться в атмосферу книги, поэтому мне очень близок марки со своим 100 лет одиночества. Мне завораживает Достоевский. Я прочитала все его произведения, и самое любимое — это «Идиот», где можно поплакать, посмеяться. Тонкий юмор, национальные черты, вот эта вот философия. Это все дает потрясающий жизненный опыт. И мне кажется, что в нашей стране с такими литературными традициями мы должны изучать наших классиков. Какие фильмы рекомендуете? Один из моих любимых фильмов — это «Форест Гам». И мне нравится он тем, что здесь можно и поплакать, и посмеяться, и удивиться тому, что необычный человек, так скажем, отличающийся от массы людей, он сделал в своей жизни максимально... воплотил в своей жизни и любовь, и бизнес, и какую-то философию. И вот над этим фильмом можно и задуматься, и, в принципе, он удобоваримый для массового зрителя. Как экономить в кризис? Как можно экономить в кризис девушки? Никак. Конечно же, на что тратят девушкой большие деньги? Это косметика, это салоны красоты. Но я думаю, что можно в кризис попробовать самой сделать себе маникюр. Как вариант. Самой сделать себе прическу. И как раз-таки вот эти навыки в себе развить и открыть таланты новые. Также обычным девочкам, ну я как дизайнер, как фэшн-дизайнер не могу рекомендовать это, но обычные девушки могут пойти, посмотреть в магазине красивое платье и сделать вдохновленным образом этого платья что-то свое, шить своими руками. Есть ли будущее у российской текстильной промышленности? Сможем ли мы конкурировать с Китаем? Будущее у российской текстильной промышленности есть. Есть, конечно же, нужна помощь государства, внимание больших бизнесменов в эту область, какие-то инвестиционные вливания, помощь, потому что, например, российские дизайнеры, они сейчас достаточно слабы в бюджетном плане, да, много креативных идей, да, одевают звезд, да, известные, да, выступают на телевидении, но чтобы развить фэшн-индустрию, нужно производить большие тиражи носибельной одежды, но не каждый дизайнер это под силой, потому что, например, если брать Запад, да, или Китай, то, конечно, там другая команда, там куча маркетологов, дизайнеру диктуют тенденции. У нас немножко про шоу-биз, дизайнерство наше. Текстильная промышленность сейчас, я точно знаю, что, например, Вологодский льняной комбинат, у него, ему уделяет большое внимание государство, и идут какие-то, какая-то помощь, и тем самым это производство стало на новый уровень. И я думаю, что если вот будет помощь, то у нас есть все для того, чтобы подняться и даже конкурировать с Китаем. Что будет модно этой зимой? Какие тренды? Этой зимой, как всегда, для девушек пальто оверсайз, оно удобно, его можно стилизовать с джинсами, либо с какой-то тонкой летящей вещью, это может быть юбка, платье. Также массивные сапоги с женственным сексуальным платьем. То есть здесь тренды читаются в сочетании, то есть сейчас приходит на сцену главный не дизайн, а стилист. Вот ты берешь разные трендовые вещи у дизайнеров, и умение сочетать их с друг другом, вот это сейчас модно. И модно наворачивать свой образ какими-то аксессуарами, смешивать принты, смешать растительный геометрический орнамент и в одном образе, яркие цвета с пастельными цветами. И вот это умение, это как раз вот тренд этой осени. Ваш любимый стиль в одежде? Ну, так как я дизайнер платьев, я очень люблю женственные платья на повседневку. Могу сочетать вот такие кокетливые немножко платья baby doll с какими-то грубыми фактурными косухами, либо грубым вязаным свитером. Я думаю, что стиль проявляется в том, что не уходить совсем во фриковую область, потому что все равно высокий дизайн, он на очень тонкой грани с фриковостью. и вот туда не уходить, быть рядом, харизматичный, но в то же время женственный. Все? Да, классно.